Всех приветствую! В небольшом цикле видео сейчас начнется рассказ об особенностях объектно-ориентированного программирования. Как и во всех ранних выпусках тут будет несколько технических подробностей, внимание которых облегчит освоение вопроса, позволит не наступить на очередные подложенные грабли. Рассмотреть вопрос подробно позволит низкоуровневый язык, где синтаксически не предусмотрена работа с объектами. Как вы уже догадались, это язык C. Первым шагом к пониманию концепции являются структуры. Императивный стиль написания исходного кода заключается в записи последовательности действий вычислителя. Данные, полученные при выполнении инструкции, могут быть использованы последующими инструкциями. Этот стиль программирования, он же парадигма программирования, целиком продиктован архитектурой электронной вычислительной машины, построенной по принципам фон Неймана. Действительно, машины и инструкции последовательно выбираются из памяти и поступают на декодер, который, в свою очередь, занимается управлением потоками данных между узлами процессора. Подробнее про это можно посмотреть в предыдущих видео. Исторически так складывается, что сложность программ увеличивается и с каждым разом все сложнее и сложнее в строчках кода видеть и контролировать сложную архитектуру всей программы. Мы уже рассмотрели полезность функции и технические вопросы их вызова. Они способны заменить большой участок кода с определенным смыслом на всего одну строчку вызова. Особенно хорошо, если участок кода повторяется много раз, пусть и с некоторыми отличиями. Тем самым в основном исходном коде все становится более упорядоченным и ничего не отвлекает от главной задачи. Разумеется, число функций в программе со временем может вырасти до сотен. Возникает проблема найти для всех простые и понятные имена. Если разделить функции на условные модули, то неплохим решением будет добавлять к названиям функций приставки, хоть как-то передающие назначение модуля. Тут, например, вышли из положения, когда уже для чего-то писались функции открытия, загрузки, инициализации и прочее. Теперь все эти мероприятия описаны для работы с плагином. Минутку. Мы сейчас заговорили о модулях. Для своего времени идея разделить функции с данными на отдельные структурные смысловые части оказалась во многом прорывной. Детали работы с данными и сами данные можно выделять в отдельную структурную единицу. Разделяя исходный код на структурные единицы, можно улучшить контроль за всем проектом. Уже не одно десятилетие, уставшие от однообразного труда программисты рассматривают вопросы стиля написания кода. Эти рассмотрения уже переросли из математики в глубокую философию. Среди прочих, стиль выделения данных и методов их обработки прочно вошел в обиход разработчиков. Развивался он под названием «Объектно-ориентированное программирование». Основу стиля и принципа составляет создание и использование объектов. Это структуры данных в памяти компьютера и функции для работы с ними. Объекты являются моделями предметов из жизни людей или чисто мысленные абстрактные понятия. Так же, как глобус это модель Земли, объект это модель предмета или понятия. Объект описывает наиболее значимые свойства. Большое количество языков программирования своим синтаксисом поддерживает идею использования объектов. Концепция обросла многочисленными условностями вроде наследования и инкапсуляции. Они созданы для упрощения написания программ, но зачастую при неверном понимании, для чего это и как работает, упрощение становится головной болью и источником мифов. Разрушаем мифы. Все выгоды от объектной ориентированности могут быть потеряны из-за падения производительности программы. Начиная с этого видео будут технические подробности, о которых вам вряд ли расскажут. В одном из прошлых видео мы рассматривали целочисленные типы данных, воспользуемся ими для описания структур. Еще попутно рассмотрим такую синтаксическую конструкцию, как перечисление. Несомненно, любая информация в памяти компьютера закодирована в числах, цвета не исключения. Программистам гораздо удобнее писать и читать исходный код в более удобном представлении. На рисунке приведен пример перечисления. В фигурных скобках представлены возможные варианты состояния переменной. В переменной c будет храниться число, конкретно в этом примере компилятор разместит там единицу. Во втором примере также перечисление, однако программист принял участие в назначении названием конкретных вариантов определенных чисел. При таком значении переменной f там будет храниться число 7. В дальнейшем будем пользоваться перечислением из этого примера. Тут вариантов направления 2. Влево и вправо. Первый шаг к объектно-ориентированному программированию это структуры. Это синтаксическая конструкция языка, объединяющая в себе данные и в отличие от массивов данные эти могут быть различных типов. Синтаксически структуру можно описать несколькими способами. Один из них представлен тут. Ничего сложного. Ключевое слово struct, потом ими структуры и в фигурных скобках перечисляются все элементы, входящие в структуру. Считаем эту запись некоторым документом и не более. Всего лишь описание структуры. Чтобы создать конкретный экземпляр структуры, нужно, как и в случае объявления переменной, объявить структуру. Здесь U один конкретный экземпляр. Неудобство в том, что приходится приписывать ключевое слово struct при каждой попытке создать структуру в памяти. Есть способ получше. Объявить структуру как новый тип данных. Теперь приписывать ключевое слово struct при объявлении конкретного экземпляра структуры не нужно. Да, конечно же главным достоинством структуры является синтаксическое удобство доступа к элементам структуры через точку и имя элемента. Компилятору совсем несложно рассчитать смещение от начала структуры до любого из элементов. Это только потому, что описав структуру, мы ее задокументировали. В качестве простой структуры рассмотрим игрового юнита рыцарь. Структура это просто модель, описывающая наиболее важные свойства реального персонажа. А какие свойства главные? Разработчик игры решил, что это здоровье, сила удара, координаты юнита на игровой карте X и Krip. И еще куда направлено его изображение. Влево или вправо. Объявление структуры в памяти мы уже видели, с доступом к элементам вроде тоже все понятно. Интересен способ инициализации структуры, то есть придания всем его свойствам каких-то значений. Так обычно делают, чтобы сократить текст исходного кода при первом объявлении персонажа. Ведем еще одного юнита. Это король. Состав его свойств точно такой же, как у рыцаря, но содержимое свойств имеет отличие. Здоровье у короля поменьше, сила удара не такая мощная. А так все то же самое. На модели памяти показано, как размещены элементы структуры. В зависимости от архитектуры процессора. Размещение может быть и другим. Иногда процессору удобнее работать с переменными, выровненными по границам слов, которыми ведется запись данных в память. Программисту, пишущему на языке высокого уровня, как правило, знать подробности размещения не всегда необходимо. Доступ к данным происходит удобно через синтаксические конструкции. Компилятор сам посчитает все смещения данных внутри структуры. Поскольку структура может хранить в себе любой тип данных, то вполне логично размещать в ней ранее созданные структуры как новые типы. Таким образом, юнитов можно объединять в подразделения. В этом подразделении один король и массив из четырех рыцарей. В следующих выпусках подразделения займется делом. Для этого изучим указатели и особенно указатели на функции. Как мы знаем, инструкции и данные изначально разделены в памяти компьютера, даже если память для них общая. Вот как в объектах объединены данные и функции является весьма интересным техническим моментом. Подписывайтесь и ставьте уведомления, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч!